Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Аня и сегодня у нас с вами будет подборка на 14 февраля. Да, но не простая, а золотая. Меня просили сделать подборку ароматов для соблазнения, романтических ароматов, но нет, нет, нет. Не в этот раз, не в этом году. Если хотите посмотреть подборку романтических ароматов к 14 февраля, смотрите мой прошлогодний выпуск. Где-то я его здесь оставлю. Сразу скажу, что я прекрасно отношусь к празднованию 14 февраля, Дня всех влюбленных. Для меня это не вот эти вот все забугорные вещи, ой-ой-ой, ай-яй-яй, нет. Для меня это лишний повод сказать люблю, для меня это лишний повод подарить или получить подарок, внимание и так далее. Так что с этим разобрались, но так как в этом году я встречаю этот праздник в одиночестве, ну как в одиночестве, сама с собой. Это вообще лучшая компания, я считаю. Поэтому я решила сделать такую подборочку, знаете, для стерв. Или для тех, кто, знаете, будет вот случайно праздновать 14 февраля с бывшим. Кто его знает, как оно, как это дело все закончится. Так что вот сегодня у нас 18 плюс подборка. Ну что, давайте приступать. Я прошу вас сразу, отнеситесь к видео с юмором. Не надо, пожалуйста, меня там журить в комментариях, ай-яй-яй, ата-та, нет. Пожалуйста, это все юмористический формат. Мне сказали, что ты кривляешься. Я решила, что, знаете, это людей цепляет. И нужно девочке кривляться еще больше. Так, ну ладно, шутки в сторону. У меня первый аромат, который я вам покажу, это новинка. Эту новинку, ну, для меня, рекомендовали мне именно вы. Я дождалась, пока она появится на рандеву. И я заказала. Давайте я вам сейчас быстренько вставлю распаковку. Вы посмотрите флакон поближе. Мы с вами вместе пороемся в коробке, раскроем, распакуем наш аромат. И дальше продолжим наш откровенный разговор. Давайте вместе распакуем мой новый аромат, который мне пришел из интернет-магазина рандеву. Посмотрим, что же у нас тут в подсерочке. Как всегда, супер уплотнитель. И что же нас тут ждет. А нас тут ждет, как всегда, два пробничка. Корейские уходовые средства. Очень классно, очень всегда радует, когда их получаю. Также в этой посылке у меня был заказан пробник аромата от Мансера Сицилия. Я хочу его попробовать и понять, нужен ли мне флакон этого парфюма или все-таки нет. Пробники с рандеву приходят вот в таком формате с нанесенной надписью, с распылителем. Здесь полтора миллилитра. Ну и самое главное, мой аромат новый. Вот он. Также здесь есть второй аромат, но я вам пока про него не расскажу. Я покажу сегодня вот этот парфюм от Роберто Кавали Неро Асслюто, который вы мне очень сильно советовали. В таком месте этот аромат. Здесь у меня 75 миллилитров. Мне самой очень сильно не терпится проверить, как он пахнет, потому что мне его одна зрительница советовала два раза. Писала мне в комментариях. И еще, наверное, двоих любителей видел этот парфюм. Очень его сильно хвалили. Я с этим брендом особо не была знакома, но вот это мой первый от них ароматик. Вау, какая классная упаковка. Прям коробочка. И сам флакон. Смотрите. Очень красиво. 75 миллилитров. Прям большой. Давайте. Да, да. Еще раз да. Это Роберто Кавали версия Неро Асслюто. Та самая версия. Тот самый парфюм, который мне очень рекомендовали. Мне одна девушка писала аж дважды в комментариях. Попробуйте. Вы не пожалеете. Это просто супер. Это просто нечто. И вот я дождалась, пока он появится в интернет-магазине Рандеву. И заказала его. Сейчас на Рандеву проходят акции, распродажи. Поэтому присматривайтесь. Я вам оставляю, как всегда, свой промокод на 10%, который суммируется со всеми акциями и скидками. Будет действовать от 2 500. Как раз можно приобрести себе вот это чудо. Я вам сейчас скажу, на что это похоже. Это похоже на 5-е Веню Ройл от Элизабет Орден. Мне писали, что он снят, не найти. У меня он есть. Я не знаю. Я не проверяла, где он сейчас есть в наличии. Но на Рандеву есть вот такой вот Роберто Кавали Неро Абсолюта. И я даже слегка, вернее сказать, даже я сильно удивилась, когда попробовала его в первый раз. И поняла, что он мне что-то напоминает. Но я вам скажу так. Это не клоны. Аромат серьезный. То есть, опять же, 14 февраля. Никаких бабочек, цветочков. Напяливаем на себя вот такой вот. Здесь есть все. Здесь есть и леопард, и золото, и черный цвет. Чем же он пахнет? В пирамиде у нас заявлено орхидея, ваниль и древесные ноты. Там эбеновое дерево, что-то такое. Да, здесь очень яркие такие древесные ноты с ванилью. С такой суховатой, тоже древесной. И орхидея, наверное. Говорят, что орхидея не пахнет. Но на самом деле орхидея пахнет. Многие сорта орхидеи имеют ароматы, даже очень сильные. Поэтому развеем этот миф сразу же. Но что здесь я ощущаю еще? Я здесь очень четко ощущаю замшу. Но замшу такую хорошую, знаете, без перегиба в сторону вот всяких там разных неожиданных нот. Замшу и алкогольные ноты. Ликерность. Но если у Элизабет Роден, например, ликерность, она ярко выраженная. Там еще и малина, и это замшу. Что здесь они отличаются тем, что... Я не могу. Он очень приятный, очень приятный держать в руках. Роберто Кавали. Он более цветочный, более такой медовый. И вот эта вот тема с древесной подложкой очень благородно звучит. И я бы сказала, это осенняя история. Ну и, конечно же, аромат. Прям вот роковухи. Прям вот, знаете, если надеть все лучшее сразу. И леопардовые лосины, хотела сказать. Принт из золота. Total Black. И вот вы в черных очках на 14 февраля приходите в бар бухать одна. Почему нет? Ну или с подругой. Как помните, было в каком-то фильме. По-моему, в какой-то версии. Секс в большом городе. С кем там Кэрри бухала? С Мирандой. 14 февраля. В общем, как раз вот для такого. Для встречи с педрушкой в этот день. Классный парфюм. Очень рада, что он у меня появился. Цена на него очень классная. И не забывайте также про мой промокод. Еще раз, если очень хотели этот парфюм, отслеживайте. На рандеву он то появляется, то исчезает. Но поймать можно. Это был первый аромат. И мы с вами движемся дальше. Здесь, конечно, ну как бы без него? Ну как без него? Я бы вот даже и подробно бы не описывала. Потому что недавно у меня выходил ролик про Narcisse Rodriguez. Про все ароматы, которые у меня есть. Но я не могу. Это супер секси парфюм. Если вы идете навстречу к бывшему, я не знаю, да, ну просто, ну просто по памяти старой. Вот, пожалуйста, Narcisse Rodriguez for Hyo. Мускусный аромат. Здесь у нас и горькие белые цветы. Цветок апельсина, да. И османтус, который я плохо здесь ощущаю, конечно. Но он все-таки есть. И для меня это такая дымная ветиверовая база. Потрясающий аромат. Он холодный, он строгий, он притягивающий. Это тот самый аромат прям такой взрослой сексуальной девушки, которая уже знает, чего она хочет. В общем, что тут говорить? Думаю, что все в курсе. У меня в подписчицах много поклонниц этого аромата. Как выяснилось, я, девчонки, с вами. Мы идем дальше. Следующий аромат, это если вы, например, хотите пойти к бывшему, ну кинуть его, да. Мало ли что там произойдет. И вы такая, ой, мне пора ехать. Ну вот, пожалуйста. Lady Wengeance Juliet has a gun. Это тоже. Я вам рассказывала, наверное, историю уже. В каких обстоятельствах, при каких обстоятельствах я приобрела этот аромат. Я была, что там было-то? А, я была ответно влюблена. И мне, вот знаете, было важно. Я хотела пахнуть как Lady Wengeance. Очень таким холодной, холодной, такой бордовой, кисловатой розой. Такой вот привкусом крови на губах. Или красным таким терпким вином. Здесь у нас классическое сочетание роза пачули. Но этот аромат необычный, так как он на амброксане и все супер. Что-то такое, по-моему, как-то называется эта молекулярная нота. Он такой шлейфовый, окутывающий. При этом есть вот такая благородная кислинка вина или розы. Но он не кислый. Он классный. И я, конечно, тогда очень страдала в этот период. Хотя кто виноват, в принципе, в том, что вы влюблены безответно? Никто не виноват. С другой стороны, почему же? Никогда не возникает у вас какого-то чувства, если вы не имеете повода. Правильно? Так что Lady Wengeance, если вы хотите, знаете, по голове настучать, в общем, своему бывшему парню. Только, пожалуйста, относитесь как к шуткам, ко всему, что я говорю, потому что у меня сегодня такое настроение. Я не захотела делать романтическую подборку. Но еще для соблазнения, да упаси бог. Кого там соблазнять, девочки? Мужчины должны ходить за вами, а не вы должны пытаться кого-то там соблазнить. Поэтому мы с вами идем дальше. И если вы, например, со своим, ну, опять же, бывшим парнем или нынешним парнем, кто знает, носили один аромат на двоих. И это, например, мог быть ночь в Зальцбурге. Ваниль, табак. Это парфюм. Дом ванили. Дом ванили. По мой взгляд, это лучший аналог на табак-ваниль, в принципе, который я пробовала здесь. Прям вот все в балансе. И табак, и ваниль, и гвоздика. Игоревна. И, конечно же, специи сухофруктовость. Он такой и колкий, и холодноватый, и табачный, и дымный. При этом сладинка здесь, конечно, есть. Она на фоне ароматы типа табак-ваниль. Они потрясающе смотрятся на мужчине и на девушках тоже. Это, конечно, больше такая осень-осень. С другой стороны, зима, в принципе. Тоже у нас с вами еще на дворе зима. Вот он может быть расценен как и уютный аромат, если вы захотите провести вечер вместе в кресле, посмотреть кино. Если у вас, в принципе, все хорошо, и вы уже носите один аромат на двоих, почему бы и нет? Это аромат 14 февраля 100%. Так, следующий парфюм. Это если вы вообще хотите оставить невероятное впечатление. Потому что это самый шлейфовый парфюм, который у меня есть в коллекции. Это N, бренд Mugler. У меня вот такая малышка. Здесь 15 миллилитров. Открывается он вот так. Боже, это потрясающе. Это лучший аромат на тему жасмина, который вот у меня есть. Я пробовала. Я люблю жасмин. Я обожаю белые цветы. Мне нравится, как это пронзительно, тонко или напористо или остро звучит. Холодный такой цветок. Он немножко дурманящий голову. Вы знаете, да, ну, в тему сейчас. Здесь, конечно же, жасмин на амровой такой подложке. Суперский парфюм. Аромат про то, что вы проходите, и ваш шлейф еще идет за вами километр. Подойдет на любое мероприятие, а также и на свиданку. Но здесь мы, конечно, с вами, девочки, не скромничаем. Вот о чем вообще я сегодня говорю. О том, чтобы не подстраивать свои ароматы ни в коем случае. Ни под парней, ни под мужей. Зачем нужно это? Если вас любят, если вас принимают, не будут вам указывать, чем пользоваться. Поэтому, пожалуйста, вот такое, знаете, испытание для парней, которые не любят такие жесткие ароматы. Вот, пожалуйста, Elian Nugler. Идем дальше. И здесь, конечно, конечно же, вот это вот такая добрая история, если вы хотите помириться с бывшим, например. Напоминаю, что подборка для стерв и для тех, кто сейчас не в паре. Так вот, Versace Crystal Noir. Мягкая, теплая, горденья с кокосом. Такой солноватый, колоноватый, солноватый кокос. Здесь специевый старт, черный перец, имбирь. Этот аромат, он и с характером, при этом кремовая такая горденья. Аромат уходового средства, какой-то мягкости, женственности. Он тоже невероятно стойкий и шлейфовый. Он добрый. Так что, если вы добрая стерва, то, пожалуйста, этот парфюм, он, конечно, незабываемый. И тоже невероятно притягательный. Нереально секс. Следующий аромат. И это будет братишка у нас, знаете кого? Вот этого. Но братишка двоюродный. Я сейчас объясню, почему. На фрагрантике очень сравнивают этот вот La Pèche, который от Айзенберг и Narcissor Drigis for Hio, туалетная вода. Да. Если их тестировать отдельно друг от друга, смотрите, коробочку покажу. Если их тестировать отдельно друг от друга, можно, конечно, поймать какую-то такую волну, что это вообще очень похоже и одно и то же. Ну, а когда я держу в руках эти два парфюма и тестирую их параллельно, это вообще проразное. Пирамиды здесь похожи. Здесь тоже у нас и апельсиновый цвет, и ветивир, и мускус, конечно же. Но здесь добавлено амбра и ваниль. Насчет этих мягких, таких теплых нот аромат заслащивается. И это вот мускусная телесность плюс сладинка, плюс цветы, плюс древесная ветивировая база. Собран, конечно, этот аромат великолепно. Настоящие французские духи. И здесь уже тоже для взрослых девочек. Это тоже прям супер секси вау. Если хотите, чтобы на вас сворачивали шеи, пожалуйста, ля тэш. Но здесь, конечно, никакие романтические истории тоже ни в коем случае. Это серьезный аромат. Это аромат для свиданки с продолжением. Не важно, да. Там нынешний, бывший, будущий. Не важно. Женственный, настоящий женский аромат для тех, кто будет уже к такому готов. Так что он прям огонь. Я тоже долгое время его не понимала. И в этом году, получается, уже в прошлом году осенью я до него доперлась наконец-то. И последний аромат без него прям никак. Это Криминал оф лав Киллиан. Та самая линейка арт оф лав. Я, кстати, снимала давным-давно уже, получается, подборку всех моих ароматов от бренда Киллиан. Я там рассказывала подробно. Если хотите, посмотрите, пожалуйста, эту подборку. И этот самый спорный аромат, наверное, там Криминал оф лав, Криминальный любовник, Криминальная любовь. Помните, такая была песня у винтажа? Криминальная любовь закипела кровь. В общем, наверное, это было про этот парфюм. В общем, он классный. Здесь тоже аромат на тему табака и розы. Роза холодная, отстраненная, колкая, увядающая. Здесь и мрак, и черти, и что угодно. То есть это прям готика-готика, минор, табачный лист, пачка сигарет, вот все что угодно. Он и кисловатый, и металлический, невероятный этот аромат. Однажды, я не помню, рассказывала вам историю или нет, но если даже рассказывала, повторю. Однажды я единственный раз за все время знакомство моего с этим ароматом и с ароматами, в принципе, я услышала его в шлейфе. Причем девчонка была, ну такая, знаете, 20, с небольшим совсем. Одета была очень casual, и я не понимала, чем от нее так потрясающе пахнет, и почему оно мне так знакомо. Я думала сутки, и потом до меня доперло, что это был Criminal of Love, хотя его встретить практически невозможно. Это аромат только для ценителей, для любителей. Но в шлейфе это было просто, просто потрясающе. Здесь, конечно, это прям страсть, про страсть. Кого не воротит от этого аромата, потому что я слышала разные мнения, и про мокрую газету, и про какие-то там затухлые тряпки. В общем, и кто его чувствует так, как я. Кто-то понимает, о чем речь. Это, конечно, прям очень эротично. И даже не потому, что презентация этой линейки Art of Love была на тему там ВДСМной любви и всего такого. Нет, это само по себе как-то нереально притягательно. И, наверное, оно тоже подошло бы и мужчинам, и девушкам. Унисексовый парфюм. Конечно, я очень рада, что я не могу перестать играть этой кисточкой, смотрите. Вот, в общем-то, если вы стерва такая, знаете, вот как я, у меня бывают такие моменты, вот касаемо этого парфюма. Когда мне нужно быть собранной. Если здесь речь не идет вообще о свиданках, а, например, о каких-то конфликтах на работе. Ну, всякое бывает. Вы знаете, что вы завтра придете, а у вас будет какой-то серьезный разговор с кем-то. Или какая-то разборка. Ну, такое бывает. Неважно, там, разные бывают ситуации. Я надеваю этот парфюм тогда, когда мне нужно быть злой. Пользуюсь я им редко. Поэтому присмотритесь. Мне кажется, его еще можно найти. Его еще можно найти, скорее всего, даже на рандеву. Причем по нормальной цене. Самый дорогой парфюм из этой линейки это вот этот вот Убей меня медленно. Он, конечно же, нереальных денег стоит. А вот этот еще можно найти. По крайней мере, он точно будет дешевле современного люкса. Который стоит за 10, 12, 15 тысяч рублей за 100 миллилитров. Ну, что ж. Вот такая была у нас шуточная подборка на 14 февраля. Надеюсь, я вас повеселила. Желаю вам прекрасно отметить этот день со своими любимыми людьми. Что ж. А я буду пить винишко и есть чипсики. А может быть, даже и роллы. А может быть, даже и торт. Чёрту диету. Ссылку на аромат от Роберто Коваль и на магазин рандеву я вам оставлю внизу в описании. Всю нужную информацию также я оставлю в инфобоксе. Не забывайте подписываться на мой канал. Ставить лайки. Писать комментарии. Очень люблю я с вами общаться. Вы знаете, что я практически ни один комментарий не пропускаю. Если уж не отвечу, то обязательно лайкаю. Так что спасибо вам огромное за обратную связь. И мы с вами обязательно. И очень скоро увидимся. Пока-пока.